Всем привет! Мы на речке, там говорить можно, середина мая. Речку название говорить не будем, извините, потому что она маленькая и очень секретная. Сюда мы приезжаем обычно отдохнуть душой и половить рыбу. Чем речка прикольная? Во-первых, она достаточно глубокая, но там есть определенный участок, к которому мы сегодня пойдем. Там практически все типы рельефа, на который любит стоять голова. И пройдя буквально километр-полтора, мы попробуем его найти в абсолютно разных местах. Вот я привез сюда Данилу Семенко, сейчас мы посмотрим, половим. Надеюсь, что-нибудь зачетное поймаем. В принципе, посмотрел на реку, с удовольствием уже пройдусь по ней, предвкушая голова. Вот уже предвкушаю, вот видишь, уже в выходе пошли. Да, надо идти скорее ловить, так что с удовольствием. Время у нас сейчас 6 утра. Вот, в принципе, может было на воде быть еще минут как 30 назад, но не будем спешить. Мы медленно спустимся сейчас с этого пригорка и медленно пойдем по воде. Результаты, надеюсь, вы увидите. Ну все, мы пошли. Так, там хочешь, или здесь? Ну и здесь. Ну и здесь. По снастям. Палка бифрёст, до 7 грамм. Ну как бы я сегодня хочу поистынствовать. Вот. Приманка. Здесь не сильно глубоко, поэтому у меня будет СССР. Но если понадобится, как бы что-то поглубже, я Чабик СССР поменяю на что-то другое, там, например, на обычный Чабик, там, на Черик, на что-нибудь. Пока вот под эти условия мне Чабик здесь, это СССР-ка именно, номер один. Конкретно вот первое, самое-самое главное классическое место ловли Галавля. Это, скажем так, даже не сильный перекат, это вот такой вот Тигун. Причем, если под тем берегом у нас мели песочек, то в середине трава. Трава, дальше идет канава. Вот нормальный, хороший Галавль будет стоять где-то в районе травы при входе в канаву. Либо иногда будет выходить под тот берег на песок. То есть, речка не сильно широка, мы ее, в принципе, перекидываем. Поэтому начинаем облавливать просто вот как бы, потому что здесь ярко выраженных точек нету, просто работаем по площадям. Заброс 90 градусов, либо чуть выше под тот берег и протаскиваем, соответственно, через всю реку. Начиная с песочка и канавки под тем берегом маленькой и заканчивая уже под ногами. Галавль может быть здесь везде. То есть, он сейчас здесь, потом дойдет сюда, потом выйдет как бы опять на песок. Все зависит от времени, скажем так, года, от времени суток и от его настроения. Поехали методично прочесывать вот этот вот не перекат, но, скажем так, Тигун. Точка, которую надо обязательно проверять, это слизь с перекатов в канавы. Здесь перекат немножко нестандартный, но общее правило такое. Когда летит мелководный перекат, 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 и дальше пошла зубборобочка в ямку. Вот эти места надо пробивать обязательно. Рыба там стоит не всегда, но иногда бывают очень приятные бонусы. Не трофильные, но уже такие зачетные. Вот сейчас попробуем. Не факт, что поймаем здесь. Но, как я уже сказал, проверять обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Еще одна обязательная к проверке точкой на Головлевой реке. Это вот такие вот кусты затопленные и, соответственно, нависающие деревья. Видно, что там идет немножко поглубже. Вот хороший Головль может стоять там. И неважно, перекат это или не перекат. Зачастую я беру нормальных, хороших, именно зачетных Головлей. Не в перекатах, ни до, ни после. А вот даже на таких вот прогонах, именно под кустами, где идет ямки. Не надо упираться только в перекате, к ловле Головля. Он стоит много где. Следующая красивая, классическая точка – вход в перекат. Никогда его не пропускайте. Да, иногда там рыба есть, иногда нет. Сейчас у нас вообще особо так не клюет. Может быть, еще просто рано по времени. Но всегда обрабатывайте вход в перекат. Причем вариант такой. Как я стою, надо очень аккуратно, тихо подойти. И от берега заброс налево. Если мы стоим по центру реки, заброс направо. Потому что здесь у нас получается мелко. А дальше глубина, канавка и вход в перекат. Вот в этой канавке может стоять хорошая рыба. То есть заброс к берегу. И мы практически сплавляем вдоль хода переката воблера. Даже не справляем. Мы просто минимально крутим катушку. И воблер идет по дуге. Вот. Сейчас будем пробовать. И не забываем, что путем поднятия, или опускания в вершину удилища, мы можем контролировать глубину проводки воблера. Иногда это очень важно и полезно. Особенно, когда у нас не СССР, которую я сейчас ловлю. А что-то, что ныряет более глубоко. То есть воблер, который там имеет заглубление 0,6, можно провести и на глубине 0,3. А можно провести и на глубине, собственно говоря, 0,6-0,8. Почему? Палка вниз, вершинка вниз. Мы работаем по максимальной глубине, вершинка вверх. Глубина погружения воблера у нас уменьшается. Поэтому вот это вот не забывайте. Это очень важно. Особенно, когда ловишь точечно. И надо обловить участок, где есть и глубина, и где выход на какой-то меляк, или торчит трава снизу. Вот, например, траву я только мудрился поймать даже на СССР. Здесь есть рыба, но она что-то пока не активна. Наверное, просто рано. Водичка еще не прогрелась. Она еще такая теплая, холодная вера. Теплая она станет чуть более теплой, она станет чуть попозже. Вот еще прием. То есть мы ведем немножко спинник, не давая очень уж острый угол. Потому что ловли на снос головля, в принципе, одна из самых эффективных. Сделали заброс. Ложили под берег, вершина здесь. Дали петлю. А потом медленно-медленно мы спинник уводим. Чтобы была с одной стороны А-петля, которая полезна. И с другой стороны У-л был не сильно острый. Но вот что-то не клюет. Хотя рыба здесь явно есть. Будем надеяться, что просто пока не проснулась. Ну вот, очередная классика жанра. Перекат. Все, конечно, из-за глубины. На перекатах я чаще всего использую СССР, если они мелководные. Да я вообще из церкви люблю. Потому что считаю, что голодный голавль он поднимется всегда. За воглером класса СССР. А не голодный, ну, можно соблазнять. Но гораздо проще пройти, что только поймать активного. Вот. Значит, в чем характерна перекатная ловля? Не забывайте, что перекат сам по себе неоднороден. Там есть канавки, там есть ямки. Как раз вот в этих вот ямках-канавках на самом деле он и стоит. Голавль хороший. Вот. Правда, честно говоря, трофейный голавль и перекат в основном это как бы абсолютно разная вещь. Если бы хрен трофей, как я говорил, мы ищем в других его местах. Но иногда он все же туда выходит. Поэтому облавливать перекаты надо. Да и, собственно говоря, мы же не только ради трофеев ездим. Если там полет что-нибудь 300-400, это уже хорошо. А вот такого добра на перекатах, на головлевых реках, в принципе, хватает. Поэтому работаем. Перекат. Кидаем чуть вверх. Кидаем вбок. Кидаем чуть вниз. Но не забываем, что на самом деле, когда мы работаем чисто вниз, то есть тянем приманку вверх по течению, вероятность поклевки достаточно невысокая. То есть надо работать в первую очередь, конечно, на снос. На снос либо прямой, либо петлей, в зависимости от... Либо абстрим, то есть заброс вверх. Но это тоже как бы не всегда рабочий вариант. Все-таки, на мой взгляд, ловля именно на снос наиболее эффективная. А там дальше уже вам решать давать петлю и пытаться прогнать как бы приманку больше вдоль, либо держать натяг, немножко по диагонали пересекать перекат. Можно использовать тут другой прием. Но у нас вот пока что-то... Что-то вообще грустное. То есть несколько контактов с рыбой. Но это даже поклевками назвать нельзя. Я даже не уверен, что это голавля. Тут же не только голавляк живет. Тут еще и окунек, есть и щучка. Ну и была бы щучка, разговор был бы короткий. Хватков у нас, естественно, нет. А вот укунек мог подергать. В общем, рассматриваем классические места. И пока что-то на них ничего не ловится. Ну, надеюсь, дальше будет лучше. Еще одна классика жанра. Это вот обратки, около перекатов. Ну и вообще, как бы там, где сильное течение. У меня только что сошел очень хороший голавля. Ну, как очень. Он выскочил, поэтому, на мой взгляд, ограм 700-800, не меньше. Заброс должен быть точный. Кидаем в начало обратки и прогоняем через нее. Обычно голавля стоит в обратке перед сильной струглей. Вот его самое-самое место засады. Собственно, здесь у меня была поклевка. Но не сложилось, промахнулся. На СССР, на самом деле, такое встречается достаточно часто. Потому что вогляр идет поверху. Вот. И поэтому голавля такую-то вот снизу бывает мажет. Но тут уже ничего не сделаешь. Либо будет опоклевка, часть из них холостые. Либо у тебя вообще ничего. Я предпочитаю побольше пустых, чем ничего. Но жаль. Хороший был. Хороший. Реально хороший. Еще момент немаловажный. Даже если это не обратка, хорошая рыба иногда стоит ниже переката, вдоль сильной струи. Вот где идет граница сильной струи и слабенького течения, если такое место есть. Вот там его стоит поискать. Не стопроцентная точка. Это вот не обратка там или не канавка, где он стопроцентно есть. Иногда туда выходит именно хороший голавль. Иногда там его можно попробовать поймать. Я еще там покидаю, вдруг все. Собственно говоря, еще сразу две классические точки в одном флаконе. Вот здесь у нас сейчас идет. Это край переката, вход в глубину. Там бывает стоит хорошая голавль. И яр. Вот под ярами, особенно там, где кустики какие-нибудь, еще чего-то, тоже хорошая голавль будет стоять. Вот сейчас мы прокидаем ВИА, низ переката. Естественно, никакой СССР-е уже речи быть не может. Мы берем что-нибудь типа МР, я бы сказал даже, или СССР-е, но такой, который ныряет уверенно на метр. И работаем вот именно по таким местам. Единственное, что здесь дистанция большая, в воду далеко не зайдешь. Поэтому я беру, а, приманку покрупнее, это вот Черик 44-й. И будем вот прям работать, 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 работать. Эта ловля не точечная, это место надо чесать. Прямо заброс. Под яр, под яр, под яр. Примерно где-то по углу-то надо метр через каждые полтора класть приманку. Ну, а там дальше, насколько ластерпения хватит, насколько яр длинный. Если они нечасто встречаются, то реальный шанс кого-то здесь и зацепить. Вот мы сейчас пока сюда подходили, выход рыбы видели. То есть кто-то там более или менее приличный стоит. Поймается, не поймается, кто его знает. Активность сейчас у нас не очень большая, к сожалению. Вот. Поймается. Прямо будет. Вот о чем я говорил. Вот зеленая осетрина всегда невыграна, доводил уже с кошки. Любимый свой череп 44. До свидания, череп. Щука, ты щука. Следующее интересное место это сужение реки. Вот здесь вот кончается перьяд, выступает такой мысок, дальше река разливается. И здесь идет достаточно мощная струйка. Вот на границе сильной струи, внизу, перед всегда стоит проверить наличие головля. Потому что любое ускорение течения он использует для того, чтобы уставить в засаду и дождаться малька или еще чего-то съедобного, что будет проплывать мимо. Вот мы сейчас подошли, сделаем несколько забросов. Это не стопроцентно рабочая точка, но как бы внимание на нее все-таки обращать стоит. Ну а дальше там уже пошел к нас перекат еще. Опять будем чесать перекат, работая как бы по площадям. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Ну, вот, собственно говоря, за такой рыбой мы сюда и приехали. Сошел до лавы, я расстроился очень и сделал опять заброс туда. И он, второй, выскочил и клюнул около килограмма, я думаю. Очень приятно. Река реально удивляет, это знаменание реки. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, собственно, ничего. Уже вечер. Все. Активность на ноль. Пора домой. Как тебе здесь? Понравилось? Мне понравилось в том, что здесь реально есть крупный галавль. Мы его половили, были сходы еще. Река самая красивая и галавля мы нашли. В общем, понравилось и было реально круто. А самое главное, знаешь, что здесь на относительно небольшом участке абсолютно разные условия. И все они рыбные. То есть, если рыба, например, не хочет стоять под кустами, она стоит в центре переката. А если рыба, например, хочет уйти в глубину, пожалуйста, ямы, канавы вдоль берегов все есть. Поэтому здесь всегда ты будешь рыбой. Но названием ты речкой не говори никому и никогда. Все. Мы поехали. Надеюсь, вам понравилось. Всем пока. Ну и увидимся на воде. АПЛОДИСМЕНТЫ